Ну что ж, рада вас всех приветствовать сегодня этим вечером. Сейчас сразу запись поставлю, чтобы не забыть, чтобы в конце нашей программы сегодня вечером я смогла вам дать аудио. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем, хочется лично вас всех поприветствовать и поблагодарить за то, что вы присоединяетесь к нам сегодня. Спасибо большое, Карина, за ваши комплименты. Я ваше зеркало, поэтому надеюсь, что вы все понимаете, что вы такие же прекрасные и очаровательные, и вас все так же рады видеть. Правда? Здорово. И у нас сегодня, о, вижу знакомые имена, вижу знакомые города. Добрый вечер вам всем. Какие у нас сейчас страны, Натуль, там где у нас на стройчках, посмотреть откуда к нам народ присоединяется. Можно ли ты у нас убрала, чтобы посмотреть, с каких городов карты? Не вижу. Но вижу, что у нас есть Россия. Опять пишет мигнуты. Многие пишут, с каких городов здесь прямо. Москва пишут, Красноярский край. Напишите, кто не написал к своему имени, не приписал, просто напишите, рядом от какого города. Потому что здесь комната, она, ну, надо индивидуально каждому заходить, и тогда посмотришь. Лен, сейчас я отключу себе микрофон, опять ты мигнешь, поэтому ты проверь, чтобы нормально там все встало, ладно? Ну что ж. Поклин, Братск, Латвия, Нижний Новгород, еще раз Германия, Днепр, Петровск. Ну, Германию уже придется писать города, друзья мои, мы это понимаем, что вы у нас Германия. Воронеж, Москва, Украина, Литва, Казань, Чебоксары, Кемерово, Новосибирск, Украина, Ярославль, Боркута, Мурманск, Санкт-Петербург, Израиль, Ариэль, Саратов, Татарстан, Украина, Ставрополь, Екатеринбург, Москва, Кавказск, Витебск, Германия, Витен, Тюмень, Тамбов, Германия, Биберах. Ну что ж, друзья мои, ну и, конечно же, наш любимый-любимый Крым. Я выросла в Крыму, у меня бабушка живет в Крыму, в Симферополе, поэтому тема Крыма для меня особенно близка и дорога. Ну что ж, дорогие друзья, рады-рады вас всех видеть и приветствовать. Спасибо большое, что вы присоединились к нам. И те, кто не смог к нам попасть вовремя из-за того, что они перепутали время, я надеюсь, что мы сможем им сделать рассылочку, да, Анатолий, и они потом получат копию нашего сегодняшнего потрясающего вечера, который на самом деле нас всех ждет. Ну что ж, интересная тема. Интересная тема, непростая тема нашего сегодняшнего вечера. Это не односложная, так сказать, и учитывая, что то, через что человечеству пришлось пройти за все эти века существования, неудивительно, что на самом деле существует вот столько контроверсий в этой сфере. И сразу же хочу сказать по поводу нашего третьего курса, что третий он, потому что он третий по порядку. В принципе, курсы можно эти брать не обязательно в порядке первой, второй, третий. Это для удобства нашего логического ума мы сделали для вас вот он, первый, второй, третий. Вроде бы, с одной стороны, логично, что все должны начинать все с первого курса, да, вроде как все ходят в первый класс, и ты вроде как в десятый не ходишь после первого. Но в данном случае эта тема является исключением. И скажу почему. Потому что идет различная работа в этом направлении с различной стороны. Допустим, первый курс у нас был курсом, который объяснял, как и почему мы сегодня находимся вот там, где мы находимся, почему у нас такие устои, морали и правила, откуда они уйдут. Потому что на сегодняшний день все, что мы знаем на самом деле об этой теме, оно передано нам с нашими культурными ценностями, да, с нашими национальными предрасположенностями, с нашими, можно сказать, генетически переданными нам из рода в род устоями, правилами, или, можно сказать, программами. Правда? И вот этот первый курс как раз именно основан на вот этом вот понимании, что мы как человечество, где мы оказались, почему мы там находимся, и раскрывает индивидуальности каждого типа и тематики любви, в принципе, и сексуальности. Потому что эти понятия, они у нас переплетаются. И можно даже сказать, что они у нас идут, на самом деле, не отдельным пунктом. Мы их не отделяем. Так что это первый курс. Второй курс у нас уже был основан на том, что мы работали с глубоким уже перепрограммированием определенных вещей. И третий курс, который вот сейчас начинается, он основан также, но совсем-совсем на глубоком новом уровне. Я планирую провести глубочайшее погружение в подсознание, в ваше подсознание, чтобы мы смогли привнести в ваше подсознание вот эти вот глубочайшие новые установки и настройки. Вот. Какие настройки? И что за погружение? И для чего это нужно? Сейчас я вам расскажу. Мы все здесь люди продвинутые довольно, правда? И мы все прекрасно понимаем, что мы являемся продуктом многовековой эволюции. Если брать нашу биологию, то на самом-то деле мы являемся результатом 80-миллионной эволюции. Вот это вот вся наша физиология. Это эволюция всех существ, которые существовали здесь на Земле. Это комбинация всего этого. И глубочайшее понимание этих процессов, на самом деле, которые происходили, очень-очень важны. И мы также говорили об этом и в первом курсе, что нельзя недооценивать глубину и силу нашей физиологии. И если посмотреть, какова же была жизнь наших предков, хотите, называйте это нашими прошлыми жизнями? Потому что я думаю, что все-таки более правильно было бы сказать наши прошлые жизни. Потому что, друзья мои, ну а кто были наши предки? Кем они были? Это и были мы. Это мы, которые реинкарнируются снова и снова и снова. Давайте посмотрим. Средняя продолжительность жизни раньше была какова? Помним, да? Те, кто ходят ко мне и в курс, и на интегральный человек, и был на моих лекциях, и читал мою книжку. Помним, да? Сатурновский цикл. Да? Мы сейчас... Молодец, Кайя, пишет. 40 лет. Ну, 40 лет, это если ты до 40 лет дожил, то это вообще круто, ты считаешься стариком-мудрец. В среднем, да, там 30 лет. Если честно, друзья мои, если взять эволюцию, то большое количество детей не доживали, они рождались и умирали в очень раннем возрасте, ввиду по разным-разным причинам. Средний возраст, когда люди раньше выходили замуж, да? Если честно, то у нас принято считать, что 14 лет. Извините, в 14 лет, это во время и моей молодости на Украине, там, в 14-16. В 16 лет уже большое количество девушек уже были замужем, и в 17 уже были беременны, и в 17 уже там половина рожала. Вот, поэтому, ну, на самом деле, если взять еще библейские времена, то и еще дальше, то уже с 10 лет определялся тебе уже суженый за тебя, там, семья за тебя это решала, и в 14 лет ты уже считала, что ты все, ты уже принадлежишь определенному там роду, клану, человечеству. И получается, что вот этот вот период полового созревания сексуальности для многих наших предков, ребята, сопровождался травматическими последствиями. Мало того, что тебе 10 лет, и тебя там в какой-нибудь племени Монголии, Китая отдают замуж, да? В 14 лет ты, возможно, уже замужем, и у тебя уже первый твой сексуальный опыт, который не сопровождается любовью в принципе в большинстве случаев. Это тебе повезло, если у тебя еще в те времена удалось все-таки узнать, что такое там первая любовь, первый мальчик и все прочее. Но за этими вещами следили очень строго. Любой регион возьми, друзья мои, там, возьмите Азию, возьмите Японию, возьмите Кавказ. За девственностью следили очень-очень жестко и жестоко, каралось любое проявление этого, потому что все прекрасно понимали, да? Это генетика, это наш род, наш род – это мы. И за сохранение вот этой вот генетики карались любые проявления, соответственно, эмоции, чувств. Все должно было быть сделано так, как будет сказано твоими устоями общества. И поэтому, друзья мои, если взять, на самом деле, половина женщин умирала во время деторождения. Вот тебе там 14-15 лет, тебя выдали замуж, ты беременеешь, затем тебя, да? Первый сексуальный опыт у тебя несчастливый, тебя фактически насилует, если ты не находишься в любовном союзе с мужем. А кто мог себе позволить любовные отношения в те времена? В те времена отношения – это фактически брак, это был как обмен, продажа, купля, торговля. Тебя отдавали, получалось в обмен там либо приданное, либо название, либо ты обменивался либо богатством, либо своим социальным статусом. То есть брак всегда был бартером все эти века. И вот представьте, из жизни в жизнь ты рождаешься и снова, и снова, и тебя выдают замуж, у тебя нет потрясающего какого-то там сексуального опыта, потому что это бартер, и секс для тебя является обязанностью, которую тебя заставляют делать. Затем ты беременеешь, затем ты опять проходишь муки беременности родов, затем ты умираешь еще, возможно, в этой жизни. И это повторяется снова и снова и снова. А вы теперь вдумайтесь, какое, какие позитивные программы может вообще иметь сексуальность в наше время? Неужели удивительно, что такое количество людей по сей день страдает и мучается в этой сфере? Какая-то стигмата, которая была привязана к этому, что, о, не дай бог, человек проявит там свою сексуальность, проявит свое желание, и это подавлялось веками и веками. Знаем мы об этом или нет? Знаете, это как солнце. Оно вот ты знаешь о нем или нет? Там тучки его видишь или нет? Оно встает каждое утро. Это как закон гравитации. Знаешь ты о нем или нет? Думаешь ты о нем или нет? Но ты идешь по земле. И вот эти программы, друзья мои, они находятся в нашей клеточной системе. Я, прежде чем подготовить третий вот этот вот курс, я очень долго думала и медитировала. И вот в один из дней я погрузилась вот в это состояние, когда мне были показаны вот эти все этапы человеческой, первого знакомства, формирования сексуального опыта, который был сделан раньше. И когда я увидела весь, на самом деле, этот ужас, ужас, который людям пришлось пройти. И неудивительно, знаете, что почему у нас столько посвящено поэм, романов о любви? Потому что на самом деле повезло-то единицам. Думайте, за все эти века единицам удалось узнать, что же такое любовь, что же такое взаимная любовь, что же такое счастливый брак, что же такое счастливая семья. И поэтому все об этом и пишут, все книжки, поэтому все об этом ставят фильмы, поэтому это сопровождается вот таким вот шлейфом романтического понимания. Потому что на самом-то деле мало у кого был вот такой вот потрясающий опыт за все эти века. И, соответственно, если ты провел столько жизни, да, ты умер во время родов, ты умер, являясь маленьким ребенком. Дети очень часто умирали. Почему в семьях было все время много детей? Потому что это было практично, потому что, как показывает практика, там женщина рожает 10 детей, из них выживает 5. И это генетически нужно было, да, обеспечить продолжение рода. Ну вот и представь, ты рождаешься ребенком, да, то есть ты можешь не дойти вот этого возраста, возраста бракосочетания. Сколько у нас были инкарнаций? Ребята, ну сотни. Сотни, сотни инкарнаций. И вот снова и снова ты рождаешься, ты умираешь в виде ребенка, ты умираешь в виде родов, или ты женщина, ты проходишь вот эти вот все печальные опыты, ты становишься жертвой приношения. Если ты красивая дама, то тебя, как правило, если ты там племенной образ жизни, то тебя все время пытаются там либо за кого-то замуж выйти, выдать опять, либо тебя опять пытаются там, понимаешь, с какого-нибудь каньона бросить, чтобы тебя этот... И получается, что сразу прививается, ага, быть красивой опасно. Ага, нельзя, чтобы тебя видели, потому что тебя заметят, опять тебя захотят, тебя опять насильно выдадут, либо замуж, либо тебя там украдут. И вот эти вот все веками наслойки, 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 они наслаиваются и приводят к тому, что на сегодняшний день является вот этой вот темой того, что люди боятся быть привлекательными на подсознательном уровне. На сознательном они могут быть и не понимают еще этого, но они боятся дать знать о своих нуждах. Что далеко ходить? Давайте не будем даже ходить в прошлой жизни, вернемся в ваше детство. Давайте посмотрим. Ты маленький ребенок, ты с детства говоришь, мама, я хочу эту игрушку. Какой ответ, как правило, мы слышим от наших родителей? Ну, вы сами знаете, да? Как, ну, понятно, вы-то там, может быть, продвинутые родители, вы сейчас уже по-другому это решаете, а как было это в вашем детстве? Что мальчикам, что девочкам всегда говорили, почему мы не можем иметь то, о чем мы просим? И с детства уже там, ты приходишь в подростковый период, и ты уже понимаешь, что любое проявление желания, ты просто уже чувствуешь себя виноватым, потому что тебе опять будут рассказывать, какой ты нехороший мальчик, или какая ты нехорошая девочка, потому что ты там опять попросила чего-то. И вот с детства забивается, да, проявление вот этих вот желаний, и тема на сексуальности забивалась религии, контролировалась вот этими вот культурными кланами, и так как религия, организованная религия была основной формой государства до определенного века, да, то и приявилась вот эта вот стигмата, что, о, чтобы быть духовным человеком и быть ближе к Богу, тебе нужно отказаться от вот этих вот мирских. И теперь ко всем вот этим вот, твоим прошлым жизням и программам, тебе еще прививаются еще новые программы, да, вины, проклятия, к тебе прививаются все эти вот, которые мы убирали на втором курсе обеты, на втором курсе у нас, можно сказать, прошла хорошая курс чистки, чистки вот с этих вот программ вины, программ жертвенности и программ вот этих вот обетов. Сколько людей отдавали обеты, уходили в монастыри, сколько людей, потеряв любимого, давали обет, что я больше никогда не буду любить, которых отношения трагически складывались либо из-за того, что войны, либо из-за того, что человек там любился еще в кого-то. То есть и второй курс вот основывался на такой прополке, так сказать. Мы убирали эти программы и перепрограммировались. Поэтому даже если ты не был на первом курсе, ты спокойно можешь хотя бы взять вот этот вот второй курс, чтобы проработать в себе все вот эти вот обеты, которые ты давал. И сейчас мы подходим вот к нашей эпогее такой этого трехкурсового программы, когда мы будем погружаться и прорабатывать вот эти вот глубочайшие травмы, несчастливых опытов вот этих вот всех прошлых жизней. Потому что саботаж, который мы сами себе устраиваем на подсознательном уровне, потому что, ну хорошо, если вы духовный человек, то сознательно вы оперируете на 20% вашего мозга. Ну в среднем обычные люди, они оперируют там на 10-15%. Народ, который занимается саморазвитием, делает определенные практики, энергетические, духовные, уже вы многие оперируете и больше, чем 20%. Но все равно 80% подсознания. Оно поэтому и подсознание, что ты даже не понимаешь, на каком уровне ты всю жизнь саботажируешь свою самую счастливую жизнь. И знаете, что самое печальное, друзья мои? Я думаю, что у людей даже нет сценария относительно того, а как она выглядит-то счастливая, вот эта вот открытая сексуальная жизнь, любовная жизнь, личная жизнь. Называйте ее как хотите, называйте это в браке, в супружестве или просто в открытых партнерских отношениях. Как же она выглядит у людей, как показывает практика, многие даже придумать не могут. Просто даже фантазия заканчивается. Как только все, что идет не так, вот это мы все можем 100 сценариев, можем рассказать, как и что может пойти не так. А как про что хорошее, многие даже имеют трудности с этим связываться и как-то это определить словами. И мы, конечно же, я хотела познакомить людей с этим понятием пять языков любви, с этой темой любви, чтобы если у кого-то уже существуют отношения, которые бы они хотели улучшить, то они смогли бы это сделать при помощи вот этих вот дополнительных знаний, которые они получат относительно того понимания, что у каждого есть свой язык. Так что я так понимаю, что у нас такая тишина в чате. Все чисто, все тихо. Ни одного комментария. Все внимательно слушают. Да, 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 да. Я помню, когда я первый курс закончила, друзья мои, смотрю, тишина. Когда мы самый-самый первый курс народ, некоторый был в шоке от понимания, как мы пришли к тому, что мы пришли. Многие были со мной даже, можно сказать, не согласны с таким поворотом вещей. Уж очень не хотелось им всем верить, что на самом деле образ жизни у многих ведется такой бартерный. Многие увидели себя, узнали себя и такие, о-о. Так что, так можно сказать. Для храбрых. Вот. И вот этот вот третий курс как раз и является вот этим вот финальным завершением, когда я бы хотела помочь нашим участницам пройти с помощью погружения в глубину вашего подсознания, которое несет в себе раны, раны несчастливой любви, который несет в себе на трагедии физические, психологические, вот все вот эти вот периоды. Вот представь, если ты даже не доживаешь до периода, когда тебя выдают замуж, а дети же не выживали, очень многие. Вот представь, а если у тебя было много таких жизней, как ты думаешь, какое у тебя будет отношение к браку? У тебя будет страх. Тебе будет очень страшно, тебе будет очень непросто. Тебе будет очень сложно проходить через вот этот вот период полового созревания, вот через подростковый период, когда закладываются, да, как сказать, первые, они, вернее, были заложены раньше, но они проявляются, первые вот эти вот формы отношения, и о какой счастливой жизни может идти речь. Ну, если они у тебя было много-много счастливых жизней, и у тебя хорошие установки, программы, ты четко знаешь, что это, как это, как оно чувствуется, ты можешь это определить, и оно у тебя вот на автопилоте, да, и ты так вот раз пришел, тебе легко и просто. Таких, ребята, я вот таких даже не знаю, хотелось сказать, единицы, но вот я даже таких не встречала, кто бы смог бы прийти и добиться вот таких вот, и поэтому на этом курсе мы будем вот именно проходить, чтобы перерабатывать вот эти вот глубочайшие травмы, которые многие даже на сознательном уровне не подозревают, что они несут, но при этом они создают снова и снова, потому что твое подсознание, оно создает то, что оно знает, и если оно знает страх, если оно знает переживания, если оно знает болезни, и поверьте, если у тебя, а ты умер во время родов, поверь мне, твои клетки запомнят, что дети, и это опасная штука, твои клетки запомнят, что дети приносят беду, смерть, боль, и ты возможно придешь в этой жизни, ребята, и ты не захочешь даже детей иметь, и все такие с осуждающим видом, все такие говорят, что это вот за такая вот, понимаете, или дама, которая не хочет иметь детей, да, мы же все быстры на осуждение, правда, и все такие, вот быть родителем, это вот все считают, что быть родителем, там, или мама, или женщина, что это дано, я прекрасно понимаю этих людей, ко мне приходят люди на консультации, они садятся и говорят, Лен, мне 40 лет, я не хочу иметь детей, как вы думаете, что я вижу в этом, я вижу в этом программу, Инна пишет, а если наоборот, хочу как минимум одного, а до сих пор нет ни одного, Инна, что я вижу в этом, то, что вы сказали, я вижу эту программу на подсознательном уровне, то сознательно ты, может быть, и хочешь детей, но твои клетки боятся, твои клетки знают, что тебе это стоило, и возможно, тебе это стоило жизни, и возможно, что это закончилось очень-очень сильно, печально для тебя, и твое тело помнит это, и твое тело сопротивляется, как может, чтобы ты этого не сделала, чтобы ты этого не сделала. Надюшка пишет, наверное, у меня так вообще на детей не могу смотреть, слезы градом. Да, Надюш, если ты провела жизнь, у меня прям сразу мурашки идут, такой, я прям вижу, как Надюша, у которой была мама, и у нее забрали детей в рабство, и она так настрадалась, так намучилась, что она просто покрилась, что она никогда больше детей не будет иметь, потому что она знает, что как это больно, она знает, что дети – это потеря, дети, ты теряешь все, ты теряешь весь мир, у тебя их забрали, у тебя их нету, и вот эти трагические события, они будут оставлять отпечаток, безусловно. Вот, друзья мои, вот такой у нас прямо сейчас понимание, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело, и вот эти все вещи, друзья мои, ведь в двух словах, ты ведь и не объяснишь, сколько мы сейчас, мы потратили сейчас, около пяти часов у нас, первый курс где-то там два с половиной часа, да, у нас второй курс два с половиной часа, и третий курс нас ждет, да, мы потратили около пяти часов прорабатывания, понимания вот этих всех устоев, и я вам скажу, вот у нас кто-нибудь есть здесь, да, кто идет, и ну кто вот посещал первый курс, вот второй курс. И напишет, Елена, я смогу преодолеть эти кармические страхи, чтобы успеть родить одного ребенка, я здоровая и красивая, генетика шикарная просто. Иночка, конечно, возможно-то все, но над этим надо работать. Окей, итак, вот у нас несколько человечек, которые пишут, что вот у нас были, вот на первом и на втором курсе, вот Марина пишет, да, я второй брала, оставьте вот парочку комментариев, как вот вам помог первый курс, да, понимание своей индивидуальности, на первом курсе, правда, мы рассматривали эти вот понятия, что у каждого человека, если ты индивидуальный, да, то у тебя ты будешь более акустическим, да, если ты больше племенного типа, то ты будешь более тактильным, правда, и мы говорили об этих разных типах, если, допустим, ты тактильный, а муж у тебя акустический, да, ему нужно поговорить, а тебе нужно, чтобы тебя потрогали, ну так, грубо говоря, хотя, в принципе, навык, что значит, это выражается в том, что ты хочешь за ручку ходить, а ему не нужно там держать тебя за ручкой, ему ладно поговорить с тобой, и даже если у вас любовь, и у вас прекрасные отношения, но гигантская разница в проявлении, она даст свое давление, и со временем ты поможешь, сколько можно говорить, тебе нужно, чтобы тебя уже это приходилось, поэтому, чтобы тебя, да, подержали за ручку, чтобы тебя погладили, тебе нужно будет постоянные проявления физиологические, вот, и понимание, вот, это один такой пример, вот этой вот разницы, с внутренними конфликтами, ну что ж, вот Елена Позе пишет, девочки, присоединяйтесь, это супер, Елена 2 пишет, безусловно, позволила разобраться с внутренним конфликтом, правильно, потому что что вылезает, когда ты все эти вещи стоишь, вот эти вот эти подсознательные программы, то они вылезают, и когда у тебя программа стоит, что да, мне хочется хорошей, счастливой семейной жизни, но при этом у тебя стоит программа, я боюсь счастливой семейной жизни, потому что там каждый раз в моих прошлых жизнях меня выдавали замуж, и я терпела насилие, там, каждую ночь снова и снова, снова и снова, и поверь мне, если у тебя есть одна программа такая, другая прямо противоположная программа, какой у тебя будет результат нулевой у тебя не будет счастливой семейной жизни марина пишет более глубоко многое стала понимать на их отношениях в себе очень помогает поработка кундалини на второй степени да кундалини ребята которые мы делали на второй ступени это было просто феноменально мы активировали пробуждали кундалини и проходили глубочайшую активацию на вот этом вот новом уровне мне тоже из второго курса такая так сказать самая самая запоминающаяся штука все-таки да это бы наша активация с этим кундалини оля спрашивает елена вы переписывать программу сознания олечка мы и переписываем и добавляем новые когда ты добавляешь новые программы то старые программы они начинают уходить потому что им больше нету места они растапливается под давлением некоторые программы мы меняли да безусловно татьяна воды не напишет помогло понять свои отношениями с мужчинами было много обидно мужчин друзья мои ну конечно понятно если у тебя из жизни в жизнь правда тебя идет печальный опыт тебя каждый раз да там выдают замуж там тебя каждый раз там перепродают обменивают на какие-нибудь да там мышки зерном да на какую-нибудь там землю на какую-нибудь там фамилию и все рассказывают тебе что да сексом заниматься больше ни с кем нельзя любить это плохо и конечно какие 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 могут быть позитивные вообще эмоции относительно нашей сексуальной жизни это нам еще там некоторым еще прорвались некоторым повезло там да там устроили сексуальную революцию в америке в шестидесятых типа вот давайте мир любовь а все-таки с осуждением все остальные такие смотрят и как болт какие они какие они а что это говорит до ваша программа ты говорят откуда идет ваше осуждение вот с ваших программ которые люди которые вот они раньше так контролировали стояли там в церкви рассказывали всем какие вы все там грешны какие вы все плохие какие вы там все такие не дай бог Женщина покажет, даст знать, там просто ее на костре сожгут сразу. И ведь сжигали, сжигали, обвиняли в колдовстве, ведьме, во чем угодно. И платили, и веками женщины платили за это. За свою красоту, за свою смелость, за свою храбрость, за свое проявление, выражение открытости. Мы платили за это. И поэтому неудивительно, что мы приходим в этот раз, и сценарий-то повторяется. Галина пишет, я со второго курса, после курса ночь не спала, так много поняла, я сознала. Благодарность огромная. Калочка, спасибо большое. Елена, ты ли спишет, сначала шок, потом поразание. Я помню, Елена, я помню на первом курсе, помните, когда, ребята, я когда закончила, я думала, что я потеряла просто аудиторию свою. Тишина была вообще. Комментариев сначала не было. Такая, окей, мои радикальные идеи и понимание, и мышление, которые я систематизировала и выложила людям, чтобы донести до них, суть нашего общества поменялись настолько сильно. Оля, Елена, вы перезаписываете программы подсознания? Да, Олечка, мы перезаписываем их. Али спрашивает, как вы видите, соединяйте себе эту вредоносную программу, не рожать детей в этой жизни? Окей, давайте не будем с осуждением в вредоносную программу. Программа есть программа, она не может быть вредной. Она может нам не служить, но она не может быть вредной, потому что программа, у нее цель защитить вас. Это ваш механизм выживания. Если ты умер, допустим, во время родов, в прошлой жизни, а если ты умер несколько раз, то да, у тебя будет страх к родам, у тебя будет страх к рождению ребенка. Кстати, многие даже беременные женщины, они не знают, откуда у них поднимается дикий страх на самом деле. Это вот все идет именно оттуда, понимаете? И как это выглядит? В принципе, конечно же, если брать частную консультацию со мной, то мы, конечно же, можем сделать это. Но, друзья мои, я вам скажу, что на самом деле ту работу, которую мы проводили на частной консультации, допустим, один час работы со мной стоит 350 долларов. Вы, взяв этот курс, получите 6 часов и информации, и перепрограммирования, которые я физически, да, не успею даже вам рассказать во время частной консультации. Поэтому, как эту программу провести? Ну, очень просто. Если у тебя по сей день еще нету детей, ты хочешь, значит, что-то блокирует. Марина Бурова из Москвы. Мне тоже помогло понять и изменить отношения. Здорово. Ой, Мариночка, сейчас еще что нас ждет на третьем курсе, это будет вот эти вот знания, которые, да, вот первый курс, второй курс, мы такие подготовленные, активированные кандалини, а теперь, когда мы еще сможем пройти финальное погружение, понимание подхода. Друзья мои, вот это вот понимание общения, это же поможет вам же не только в вашей сексуальной жизни и понять с партнером, как к нему найти подход, причем при этом ты не будешь меняться. Нет, я никогда не предлагаю никому там меняться. Вот эти вот все на сегодняшний день тренинги, вы меня извините, которые посвящены мужчинам и женщинам, тогда женщинам приходят и их обучают как-нибудь самим собой. Им говорят, женщины, вот вы пришли сейчас на тренинг, вот мужчинам им нравится вот это, Так что давайте мы сейчас научимся вот это, им давать то, что якобы им нравится. Но на самом деле ты прекрасно понимаешь, что смысл для тебя, ты будешь счастлив только тогда, когда ты являешься самим собой. Вот раскрытие себя, потому что нету, друзья мои, большего кайфа, чем быть самим собой. Каждый из вас абсолютно уникален, и раскрытие своего внутреннего потенциала, вот это, так сказать, просто самая главная задача абсолютно каждого из вас. Стать самим собой, получать удовольствие от того, какой ты есть. И вот тогда, когда ты привлечешь вот этого партнера, или ты сможешь перестроить отношения, которые у тебя уже существуют, под то новое ты, которым ты являешься, вот это, ребята, просто фейерверк такой, эпический момент в вашей жизни, полного раскрытия. Потому что, когда ты живешь в истинном я, ты притягиваешь истинное я. Когда ты живешь в ложном я, ты притягиваешь ложное я, ты притягиваешь ложные отношения, и поэтому ты не можешь быть счастливой, потому что это не ты. Понимаете? Когда ты в истинном я живешь, вот только тогда у тебя есть шанс поистине узнать, что же такое для нас, для человеческих существ, быть поистине счастливых, полностью открытых, вот этих вот сексуально удовлетворяющих обоих отношениях, которые на самом деле являются эпической точкой проявления духовности. И мы говорили об этой разнице сексуальности и духовности. Помните, мы очень хорошо это разобрали на втором курсе, насколько это одно и то же, что на самом деле эти слова, они являются... О, Натулечка микрофончик берет. Давай, Натуль. Я немножко хочу присоединиться, просто у тебя и может... Потому что в связи с тем, что мы с Леной изначально эти вопросы поднимали, какие обсуждать и так далее, вот перед самым-самым начале, когда еще тренинга не было, мы созвонили и обсудили. И действительно, вы знаете, вот когда первый курс прошел, Лена то, что говорила о том, что тишина, я подтверждаю, была тишина. Но я вот тогда взяла микрофон в конце первого вот этого вот, самого-самого первого ступени. Помнишь, Лена сказала, что это вообще что-то отличается. И когда мы с тобой еще планировали только этот тренинг, я проходила один из курсов, Лена тоже проходила, она говорит, я знаю эти курсы. И мы обсуждали, что там должно быть. И вот вы знаете, это настолько совсем по-другому. То есть это не то, что вот преподают там дыхание нашими женскими органами, да и все остальное. То есть Лена настолько вот орехно это все преподносит. И совершенно другой взгляд, совершенно другая точка зрения. Именно поэтому была тишина, потому что что-то дошло до нас, вот когда прошел тренинг, совершенно с другой позиции. То есть обычно, допустим, шел вокруг горы, тот раз тебе с горы спустили, сказали, вот есть вот еще такая точка зрения. И вот посмотрите, она эта точка зрения имеет смысл жить. Я думаю, вы знаете, вот когда вы вот сейчас принимаете решение, я потом скажу о всех этих условиях, каких скидках и так далее. Просто я сейчас подключилась к Лене на эмоции. Я считаю, что если вот вопросы, которые сейчас Лена затронула, они как-то вам отозвались у вас, если они как-то созвучны, если вы раз, когда замычка произошла, о, это вот я о чем думал, и мне это интересно. И если вы видите, что учитель Лена Брежнева, она вам созвучна, имеет смысл идти. И я, Лена, здесь видела несколько вопросов, спрашивают, а если я сейчас пойду, вот мне вот так вот сдается, я думаю, имеет смысл пойти именно на онлайн-тренинг, который будет 1 ноября, а потом, может быть, докупить. Лен, как ты думаешь? Мне кажется, так возможно ведь, да? Потому что финансы сейчас не позволяют, и тебе нужно делать... Лена немножко зависла, зависла, Лен. Смотрите, изначально, сейчас я скажу, пока Лена отвисает, я скажу, у Лены весь этот тренинг, он построен ступенчатым. То есть сначала идет, как бы вот первая часть, где идет разбор, почему не получаются отношения, почему эти отношения, они коряво как-то строятся и так далее. Вот. Потом Лена во второй части идет проработка, вот про которую девочки говорили, про кундалини. И третья часть, она будет еще более сильная, более глубокая. И естественно, Лена, я пока... потом ты немножечко скажешь, что я говорю, или нет, что ты не расслышала, что я говорю. Я, конечно, считаю, что надо последовательно, но если вот по мне, если бы я выбирала, с чего начать, первую купить, если у меня есть возможность только на первой, или третий, я бы взяла третий, потому что он будет режиме онлайн, 1 ноября, и вы имеете возможность, в чем преимущество? Ни энергии, ни вот те загрузки, они никаким образом, ну как бы не теряют свою силу, потому что я вам уже тысячу раз говорила, энергия, она не имеет ни времени, ни пространства, но преимущество вот этих онлайн-тренингов, которые будут 1 ноября, вы можете задать свой вопрос во время тренинга. Когда вы покупаете уже в записи, вы вопрос не можете задать, то есть вы просто просматриваете то, что уже было. Поэтому по мне так, если есть такая вот, ну выбор стоит перед вами, придите на третий, а потом можно вот докупить, просто вы мне напишите, потому что у нас скидки вот на эти все курсы, и вот сейчас, если вы вот уже зашли по этой страничке на сайт, вы увидите, что скидки даны на 4 дня. У нас в субботу начинается тренинг, потом скидок не будет. Вы просто напишите, Наташа, я была вот на этом тренинге, и я просто специально для вас вручную сделаю еще раз скидку. Я думаю, Лена будет не против. Вот, Лена, если что-то не так, то скажи, если что, я к твоим эмоциям дополнительно присоединюсь. Спасибо, Анатоль. Значит, смотрите, друзья, мы сейчас микрофончик проверим. Мила пишет, а мы всегда рождались женщинами, что ли? Окей, ответим на этот вопрос. Дело в том, что нет, мы не всегда рождались женщинами, но, но, всегда есть но. Как правило, если человек рождается в одном поле, у него все равно есть тенденция, либо рождаться у кого-то есть больше женских жизней, либо у кого-то есть больше мужских жизней. Вот, поэтому нет, не всегда, и тем не менее, у души, у нее все равно, для прохождения опыта она выбирает различные тела, и тем не менее, она понимает, что для получения большего баланса. Но в каждом из нас присутствует и инь, и янь, мы все являемся существами, которые имеют все, правильно? мы же созданы по имиджу и подобию, да? Дворца, конечно же, присутствует в каждом из нас. Инна Мартынюк пишет, как часто надо прослушивать второй курс по поднятию кундалини? Инночка, все это индивидуально, все зависит от вашего начального состояния, в каком состоянии вы были, если вы уже пользовались духовными практиками, йогами, если вы раньше пробуждали кундалини, это одно, возможно, вам не надо будет это делать так часто. Если у вас не было предыдущего опыта, возможно, чтобы довести это до определенной нужной точки, вы хотите это повторить, и я бы сделала до курс, чтобы сделала, допустим, это раз в неделю. Плюс, все зависит от того, какой вы человек. все эти курсы рекомендуется прослушивать в разное время дня, чтобы вы функционируете по-разному в течение дня. Например, утром ты слышишь одно количество информации, вечером другое. Ты можешь прослушать один курс, друзья мои, в разное время, и вы удивитесь, сколько вы услышите. И поэтому, смотрите, это все индивидуально, поэтому рекомендуется пробовать это в разное время. И смотрите, друзья мои, если вы человек настроения, то когда вы слушаете разные записи и курсы в разное настроение, вы слышите разные вещи. И физиологически, друзья мои, если честно, мы слышим и воспринимаем только 30% информации. Натуль, возьми, пожалуйста, еще раз микрофончик. И затем, после этого, я бы хотела откомментировать, здесь есть интересные вопросы. И, кстати, Мила Курган пишет, я прослушиваю через день, мне так нравится. Лен, давай тогда, пока ты читаешь вопросы. Я камеру сейчас отключу на секундочку, друзья мои. Да, я сейчас просто расскажу. Вот смотрите, еще раз, вот Александр, во-первых, этот курс для женщин, я не знаю, Лен, можно ли мужчинам, потому что у нас мужчины тоже присутствуют, но изначально я знаю, что у нас этот курс был именно только для женщин. Вот, и уже говорили, Александр, то есть на третий можно, потом докупите. еще я вот здесь вот видела, кто-то написал, что, Татьяна, что финансы не позволяют, если вы были на первом, втором, напишите, то есть если вы были, мы просто вас пригласим на доверие, мы так делали, напишите просто, когда у вас будет возможность оплатить, если есть такое желание, потребность, добро пожаловать, и с небольшой задержкой вы попозже оплатите, и все. Смотрите, я с Леной договорилась, сейчас я вам еще раз дам, сейчас Лена продолжит, я просто пока Лена отошла, вот, я вам сейчас расскажу особенности, что ли, где их искать, что с ними делать, Лена сейчас продолжит, вернется. Вот смотрите, все курсы, они находятся на страничке сайта, если вы зайдете, вы увидите, там есть углубленные курсы, первый, второй, третий, и вот в самом верху ссылка, третий курс, это вот, который начинается уже 1 ноября, а первый, второй, там по каждому, если вы кликните, раскроется такая большая страничка по каждому курсу, вы можете прочитать, о чем он был, то есть Лена прям подробно описывает, о чем каждый курс, вот, мы на основании Лениных, ну, цитат, рекомендации, мы делаем эти странички, поэтому посмотрите, и сейчас вот на три дня, по-моему, первый, второй курс, там стоит на три дня скидка, и третий курс, он стоит, по-моему, на четыре дня, до четверга, чтобы у нас было время, ну, как бы, сформировать группу, сделать рассылку, сделать список общий, если вдруг вы не успеваете, у нас это практикуется уже давно, но, потому что мы с Леной давно работаем, и наши все слушатели, кто вот к нам ходит, тоже, для дарщиков, кстати, другая цена, вы сами знаете, да, и мы делали рассылку, если кто-то не получил, напишите, мы вам еще пришлем раз, вот, мы такое практикуем, если вдруг не успеваете, вы напишите, что будет возможность только вот такого-то числа, мы пригласим вас на доверие, уже записи пришлем, тогда, когда вы оплатите, вот, то есть мы так делаем, вот, это вот технический момент, ну, в общем, вот, который я сказала, еще раз, на три, четыре дня действуют скидкам, я думаю, вы знаете, вот, мне даже не хочется, честно говоря, продавать его, как-то так сильно про него рассказывать, потому что, вот настолько, уже этот курс стал таким, можно сказать, легендарным, потому что это третья ступень, и может быть, кто-то просто не был на предыдущих, потому что лето было, и мы первый курс сделали, это в конце августа, потом в конце сентября, и вот сейчас он, у нас получается 1 ноября, то есть у нас как-то к концу месяца, а тут получается первый, первый день следующего месяца, вот, поэтому я думаю, что здесь, наверное, не имеет смысла, вот, как-то сильно там, приходите, приходите, суперкурс, все, кто ощутил, что это надо, вы придете, будьте с нами, потому что у нас этот курс, он уже идет, вот, говорю, третий месяц, поэтому здесь даже вот, не имеет смысла, ну, как-то, как-то сильно углубляться, завтра, кстати, мы с Леной встречаемся еще раз, и завтра у нас будет вот уже, тема не с сексуальностью связана, а по интегральному человеку, поэтому смотрите за рассылкой, я пришлю вам опросник, вы сможете написать свой вопрос Лене, и Лена завтра на него ответит. А сейчас, Лена, я думаю, наверное, имеет смысл уже поспрашивать, и вот здесь вопросы интересные были, посмотрю, про йогов здесь пишут что-то такое, вот, потому что, я думаю, скорее всего, что Ольга у нас вообще сегодня на встрече первый раз, мы уже, вот, интеграль Лену с таким, смотрит, думает, когда передам микрофон, чтобы просто Оля, и сейчас Лене, конечно, передам микрофон, но у нас есть клуб интегральный человек, и у нас вот Лена именно и занимается тем, что мы переустанавливаем программы, и Лена настолько виртуозно этим владеет, просто волшебница настоящая, и если вот сейчас возникнут какие-то вопросы, связанные с перепрограммированием, со всем остальным, потому что у нас каждый курс, он чему-то посвящен, я смогу просто дополнительно добавить, рассказать. Мне кажется, лучше об этом завтра, Лен, да, чтобы не перебивать тему духовности и сексуальности. Наверное, сегодня все-таки вот это вот закончим мы. Ну, хочется, да, парочка интересных там комментариев, вот Валентина Борна. Сейчас я отмечу свой микрофон, Валентина мигнет, мигнет у тебя, ладно? Окей. Окей, ну что ж, несколько вопросов. Вот Валентина Борн пишет, я сейчас прохожу в Египте опыт прошлых жизней, связанных с сексуальными отношениями. Валентина, мы можем вас только поздравить и порадоваться за вас. Молодец. Маша из Москвы пишет, ой, не могу, я же еще не родила. Не знаю, о чем, чего она не может, вот, но тем не менее, надеюсь, что она все-таки сможет сделать то, что она желает. Аля пишет, я не была на предыдущих, они связаны с теми курсами, есть ли смысл мне идти? Безусловно, смысл идти есть, связаны они, безусловно, потому что это одна и та же тема, но одна и та же тема, которая имеет разные способы прорабатывания, поэтому они разные. Мила Курган пишет, я прослушиваю через день, попадя на кундалии, мне так нравится. Елена говорила, можно хоть каждый день. Да, это индивидуально, если вы готовы, вы чувствуете, с вами это резонирует, делайте так, как говорит вам ваша интуиция, в конечном счете, только ты знаешь, что для тебя резонирует больше всего. Татьяна пишет, секунду, вот у нас чат перебрался, секунду, Диана пишет, но мы же не только всегда женщинами рождались, наверное, половина воплощений и мужчинами были. И еще, Лена, непонятно, как наши клетки-то помнят, тело-то другое, с подсознанием согласна. Ха-ха-ха, Дианочка, сейчас вам за три секунды основы нашего физиологического биологии, ваша биология, Дианочка, управляется вашим ДНК, ваше ДНК, оно межпространственное, и оно несет в себе информацию, именно вот это ДНК, которое имеет память о всех ваших воплощениях, как на Земле, так и в других измерениях, о вашей истинной сущности, о вашем истинном происхождении, с какой вы реализованы, на существовании, все находится на уровне вашего ДНК. и оно вот это вот морфогенетическое поле вокруг вашего ДНК и передает вашим клеткам. Поэтому ваши клетки, они в постоянном контакте, они постоянно вот в этом находятся, в этом поле, и именно через них это все передается вашей биологии. Это раз. И то, что мы не всегда рожали женщинами, половина воплощения были мужчинами, безусловно, но вы также были мужчиной, который также умирал там в раннем детстве, также который на самом деле не доходил до супружества брака, вы также были мужчиной, который знал, что он не может жениться, потому что, допустим, у него там нету приданного, нету имени, он днет также вопросы супружества, сексуальности, которые все вмешаны, взаимосвязаны, сопровождались стрессами. Для мужчины ты всегда должен быть добытчиком, ты должен был заботиться о своей семье, должен что-то приносить, и стресс, отсутствие всех этих вещей накладывал так, что люди уже и не хотели жениться там, да, и брать на себя какие-то обязательства. Или также, когда мужчин также женили на нелюбимых женщинах, и им приходилось выполнять свои супружеские обязанности, да, и также проводить ночи с нелюбимыми женщинами, тоже процесс не особенно-то приятный, который также будет на генетическом уровне оставлять воспоминания от этих вот прошлых жизней, о том, что супружество – это тяжелая штука, очень тяжелая. Сейчас кого не возьми, хоть в любой среде спроси, все те скажут, что супружество – это тяжелая штука, это работа. Дальше, Ина пишет, скажите, Елена, я уже много пропустила через себя информации и практик, РПТ, тета-хилинг, психотренинги, я подготовлена и продвинутого. Какого уровня курс у вас мне нужен, чтобы начальные азы не изучать? Ха-ха-ха-ха-ха. Инночка, я, во-первых, горжусь вами, что вы такая продвинутая, занимаетесь своей эволюцией, молодец, все просто супер, но, но, тем не менее, воспользуйтесь вашей интуицией, посмотрите описание трех курсов на сайте и прослушайте свою интуицию, что с вами срезонирует больше всего с этого иначе. физиологии, слияние духа, чтобы человек и его дух смогли испытать все прелести, которые дарит нам земной план. Ну, и в процессе вашего восприятия вы решили, что вы будете мучиться, страдать, болеть. И теперь все забыли, что изначально все пришли быть счастливыми, любимыми, здоровыми. Испокон веков это вот становилось все этот комом, снежным комом наросло. И сейчас для нас жизнь приравнивается к понятиям жизнь – это борьба, жить – это тяжело. И сейчас мы этим и занимаемся в нашем клубе «Интегральный человек». Мы возвращаемся к истокам относительно того, для чего мы здесь. Дальше. Ирина Телес пишет, надо брать все три курса. Согласна, Еленочка, в конечном счете безусловно рекомендую конечно же все три курса. Алла пишет, «Бог создал человека для того, чтобы он жил по его заповедям, только тогда он будет счастлив по-настоящему». Безусловно, Аллочка, только за заповеди, которые Бог дал человеку, они также заложены внутри нас. И заповеди это очень проста, что ты являешься по образу и подобию Божьему, получается, что ты творец. Я бы даже сказала, что все-таки ты сотворец в своей жизни, и только тогда ты будешь счастлив, потому что заповедь у нас на самом деле одна – любить и быть любимым. это то, для чего мы пришли сюда и дарить счастье себе и окружающим. Дальше у нас Анна пишет, что каждой тысячи программ как научиться… Да. Я вот проверяю периодически. У меня просто этот чат сейчас старый висит, поэтому я даже не вижу новый, но на запись у нас все записывается. Мне выключить микрофончик и заново включить его, да? Или вам меня слышно? Как вам сейчас меня слышно? Сейчас хорошо. Окей, слава богу. Окей, сейчас я еще немножко доотвечу на вопросы. Итак, у каждой тысячи программ как научиться с собой их переписывать? Анночка, очень хороший вопрос. Даже если ты научишься переписывать, это не говорит о том, что ты знаешь, чего переписывать. Именно поэтому мы и обращаемся к людям, к специалистам, которые занимаются именно этим. У каждого есть своя специализация, друзья мои. Вы, каждый из вас имеет свою профессию, вы занимаетесь своими штуками, мы занимаемся своими штуками. Поэтому у каждого есть своя специализация. Даже если ты пройдешь тета-хилинг и ты знаешь, как перепрограммироваться, это не говорит о том, что у тебя будет достаточно знаний, что ты видишь. Это будет здорово, это будет суперклассно, это будет лучше, ты будешь опережать 80% населения, когда ты будешь знать, как перепрограммировать, безусловно. Но у нас сейчас в зале сидят тета-хилеры, которые умеют переписывать вопрос. А что же тогда мы все не возьмем и не перепишем? Потому что это особенность, это специальность и каждый занимается своими делами. Так получилось, что уже более 10 лет я посвятила именно этой теме, именно теме перепрограммирования, именно теме доступа к подсознанию, именно теме перезаписи. Это моя специальность, это то, что я делаю, это часть моей и профессиональной карьеры, это часть моей личного пути, это те вещи, которые мне были самые интересные, работа мозга, как это все работает, работа подсознания, как получить доступ к этому. Поэтому, друзья мои, каждый из нас занимается делами, у каждого из нас получается что-то хорошо в его сфере. Поэтому, друзья мои, просто нужно работать, работать и учиться. вот и все. Дальше, Людмила из Нижнего Нога, спасибо, спасибо. Дальше, Ольга пишет, Елена, пока вы не сотрете старые программы из подсознания, ни о каких новых программах внедрения и говорить не стоит. Со мной работает йог международного уровня, который перезаписал. Сначала, правда, много стер. Абсолютно верно, Ольга, но мы по-любому абсолютно верно в том, что нужно стереть, чтобы написать. Это известный факт. Для того, чтобы посадить что-то новое, тебе нужно сделать прополку, тебе нужно вынуть старые программы. Но, но, есть такая вещь, которая называется не выниманием, а перезаписью. И это небольшой нюанс. Когда ты на самом деле, ты не вынимаешь старое, а проходишь трансформацию, транс-тентацию, когда ты видоизменяешь программу. Поэтому будут ли эти программы для тебя новыми? Абсолютно. Но каким образом они были в тебя внедрены? Были ли они в тебя внедрены как абсолютно новые программы? Или это были программы, которые видоизменили существующие программы? Так что, друзья мои, прежде чем вы будете спорить на эти темы, рекомендую почитать Грейга Брейдена. Вот такой классный ученый, друзья мои. И он с этой научной точкой зрения, со своим логическим, математическим умом потрясающие штуки объясняет. Почитайте, если это для вас принципиально, потому что он пишет о том, как когда ты добавляешь новые знания, то старые они все равно не могут остаться такими же. Вот, друзья мои, смотрите, если я сейчас возьму эту чашку, это у меня, кстати, чай, зеленый чай с розами, и добавлю сюда новый ингредиент. Допустим, я сюда положу ложку меда. Ложка меда новый ингредиент, вот она новая программа, что она мне сделает с этим чаем? Мой чай станет сладким. То есть мой чай уже не будет таким, какой он был раньше. Но есть нюанс, есть нюанс, которым я расскажу. Если мой чай холодный, то мед не смешается, и он у меня будет сидеть на дне. Тогда фактически у меня будет сладкая часть, а здесь у меня будет также что работа не была очень хорошо и правильно сделана. То есть я вам говорю, друзья, нюансы. То есть даже чтобы сделать этот чай сладеньким, принеся новый ингредиент, он должен быть тепленьким. И тогда мед растворится, и он будет абсолютно слабым. И это один из пример с примеров того, почему многих нет, которые знают, они приносят новую программу, они думают, что они кинули, и все. Должна быть определенная подготовка, должны быть определенные нюансы, которые я знаю, которые мы и прорабатываем все вместе. окей, дальше. Галина, смысл бог, чтобы стирать. Но на самом деле, Галиночка, мы все обладаем способностью, потому что по большому счету мы все немножко боги. Мы же созданы по образу и подобию, поэтому в принципе мы действительно способны. я тоже на самом деле стирала большое количество программ. И те, кто занимается в нашем клубе, интегральный человек прекрасно знает, сколько программ уже перестирали и уже новые посадили. Поэтому на самом деле работа это работает. Те, кто занимается этими вещами, действительно смогли получить новый уровень. Дальше. Александра была, пишет, я не была на первом и втором. Это будет иметь значение сейчас сразу на третий. Александра, я вам скажу так, что лучше третий, чем вообще ни первого, ни второго, это просто гарантированно. Поэтому даже не смейте даже себе сомневаться, если с тобой это уже срезонировало, если ты уже понимаешь, что тебе это, не ограничивай себя и делай именно то, как ты чувствуешь это. Я дальше. Для интегральщиков завтра повторите письмо. А когда будет снова первая ступень? Только теперь уже в записи. Елена поэзи спрашивает, а завтра будет интегрально? Да, Леночка, обязательно будет у нас интегрально, мы еще и завтра встречаемся. Так, дальше, что у нас еще? Наталья уже ответила. Валентин, самое важное, при проработке не искать виновных, надо увидеть свои проблемы и работать с ними. Валентина, вот здесь я хочу сказать, что вообще нужно быть очень-очень аккуратным, потому что когда ты работаешь, конечно же, лучше, когда у тебя знаешь, что ты делаешь, скажем так. Если ты не знаешь, что ты делаешь, то не рекомендую вообще на самом деле заниматься. Извините, как если я сейчас только потому, что у меня есть машина, понимаешь, но я не умею варить, я пошел, сел за руль и поехал. Почему? Потому что у меня есть машина. На все нужно время, практика, поэтому, если есть возможность обращаться с людьми, у которых уже есть опыт влождения этого автомобиля много-много лет, то все-таки лучше сначала с ними поездить, чтобы посмотреть, как это делается. Именно этим мы и занимаемся. Кстати, в клубе интегральный человек мы встречаемся и мы вместе трансформируемся, растем, перепрограммируемся. И я знаю, что за последние полгода те, кто у нас на члены клуба смогли очень-очень выйти на новый на самом деле уровень. Дальше. Маша пишет, объясню, меня напугала тема со смертью при водах рожать на днях должна. Машечка, у тебя все будет прекрасно. У тебя все будет не за что прекрасно, для тебя это будет самый прекрасный, самый трансформирующий опыт твоей жизни. Ты абсолютно благословлена, ты находишься под покровительством, поэтому даже ни в коем месте не смей даже сомневаться в своей исключительности. Так что удачи тебе рожать на днях. И время потрясающее. И напишет, спасибо Елене за ответ. Вы мне очень нравитесь, и я вас узнала на другом тренинге, там люди делились своими супер впечатлениями от занятий с вами. Иночка, спасибо, надеюсь, что вы сможете почаще к нам присоединяться. микрофоны. По-моему, я успела вам вкратце на все вопросы ваши ответить. Ура-ура. Грейг Брейден. У Грейг Брейдена, да, у него есть, знаете, какой мне очень нравится, божественная матрица, эффект Исаия, так что посмотрите. Алла, так можно под эту хилингу выгружать старое и загружать новое? Аллочка, под эту хилингу не под эту хилингу. Можно все, но нужно знать, как, что, какова твоя цель, что ты делаешь. Помнишь, я объясняла пример с чаем? Можно, все можно. Будет ли это работать? Практика покажет. У каждого это индивидуально. Мы все ходим на одни и те же курсы, друзья мои, но мы все делаем это по-разному. Мы все идем на курсы вождения автомобиля, но мы все по-разному вводим автомобили. Мы все ходим на курсы английского языка, но мы же все по-разному говорим на английском языке. То есть делать можно. Насколько будет хорошо эффективно это получаться? Вам решать, вы узнаете, это ваш личный опыт. Самое главное только пробовать и делать, если ты уже начал что-то. Окей. Маша из Москвы пишет, Лена, я люблю вас, благодарю, Машенька, взаимно, не переживайте. Аша, Елена ретроград закончила или его влияние еще есть? Ашенька, благодарю за этот вопрос. Обожаю этот вопрос. Кстати, Наталья, мы можем сегодня подарить, я могу какой-нибудь выбрать вопрос, который мне понравится, и мы можем подарить кому-то месяц. Лен, 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 завтра, не торопись, подожди. Сегодня у нас алхимия сексуальности, а завтра ответы на вопросы, я еще сделаю опросник, и теперь ему подарить в интегральном человеке. Давай, наверное, про интегральное завтра. Кто хочет сейчас что-ли узнать, может, про ретроград завтра поговорим? Или ты сегодня хочешь рассказать уже? Окей, завтра расскажу. У нас завтра же открытая встреча, правильно? Да, завтра, давайте всем скажу, завтра мы, мы Лену будем видеть часто, в связи с тем, что был перерыв за моей поездкой, теперь мы очень часто будем Лену видеть, поэтому завтра у нас опять Леночка, и завтра у нас открытое занятие, то есть это у нас уже начинается интегральный человек, но мы приняли решение, что у нас одно занятие ответы на вопросы, оно выносит на общую аудиторию, и вот завтра как раз будет занятие ответы на вопросы, я подготовлю опросник, и завтра с утра вы получите вот такой опросник, он очень маленький, но вы сможете в этом опроснике задать свой вопрос Лене, любой вопрос, и Лена уже будет отвечать, завтра у нас вот такая вот будет вечеринка такая с чайпитием, поэтому присоединяйтесь, мы будем рады вам всем. Как попасть в наш клуб, ну не знаю, Лен, ты расскажешь или мне рассказать? Хочешь ты расскажи? Я немножко расскажу, ну во-первых, про ретроград скажу, чуть-чуть. Лена, смотри, я сейчас опять, у тебя периодически уезжает микрофон, ты так сама, а то мы тебе тут семафорим, семафорим, флажками машем, а ты вся в эмоциях, сейчас смотри, я отключаю, контролирую мигание экрана и прибавляю микрофон. Окей, микрофон отрегурировала, да, из-за того, что видно сигнал периодически прыгает, настройка, ползунок сползает. Вот, просто когда я включаю микрофончик, я ползуночек так поправляю. Окей, во-первых, завтра, соответственно, за самый интересный вопрос мы сможем подарить еще один месяц клуба счастливому участнику, который задаст вопрос, так что это тоже уже будет полезной штукой. Дальше, сегодня про ретроград скажу чуть-чуть, прям, чуть-чуть, потому что есть чего рассказать и очень хочется сказать, ну ладно, уже тогда, до завтра потерплю. Окей, скажу одно, ретроград остановился, но, 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 есть но, но, но он еще не, не вернулся в свое обычное состояние, скажем так, то есть, Меркурий прекратил движение назад, которое там видится нам в земле, да, но, он еще и не идет вперед, он пока что стоит, поэтому, эффект ретрограда все равно еще будет оказывать воздействие. Так что, это все минимум, которое скажу, все остальное я бы хотела завтра. И еще, знаете, что очень-очень хочу рассказать, наверное, сегодня, окей, вы завтра придете, на, у нас же завтра открытый день, давайте вы завтра придете, я очень хочу рассказать еще про, у меня все задают вопросы, все спрашивают, вот, Елена, я там себя так плохо чувствую, и все прочее, у меня очень много-много почты, народ говорит, вот, сердечко шалит, да, у кого вот сердечко шалит? Последняя недельку опять, да, пульс учащенный, сердцебиение, да, да у всех у нас, ребята, и я очень бы хотела тоже еще и на эту тему откомментировать, но уже тогда завтра, я сейчас прям себе запишу, чтобы я не забыла, значит, во-первых, ретроград, я вам прогнозик, небольшой сделаю относительно того, что у нас происходит, и, конечно же, о сердечке, которое шалят у нас, да, покомментирую, окей, окей, да-да-да, а, и нервы, ну, конечно, 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 нервы не выдерживают, да, это я вам скажу уже тогда завтра, Мила пишет, конечно, придем, мы вас так долго не видели, спасибо, спасибо, Милочка, большое, на самом деле, я тоже рада быть здесь вместе с вами, и Ирина мне пишет, давайте помедитируем, по стиранию программ и на успех, не вижу, секунду, и на успех в любви, счастье и доброты, Татьяна пишет, а депрессия, может быть, Татьяна, мы сейчас спросим, друзья мои, давайте скажем, честно, скажите вот честно, кто испытывал симптомы депрессивной за последние 10 дней, вот честно, не надо стесняться, вы же все люди, я, 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 о, отчаянии, о чем это говорит, это говорит именно о том, о том, что я хочу вам рассказать, что это естественно, да, она необоснованна, Карина пишет, причем необоснованна, да, 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 необоснованна, безусловно, Аля пишет, нет, 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 Аличка, мы вас поздравляем, но тем не менее, большинство людей прошли через это, и вам не показалось, друзья мои, и оно необоснованно, и именно еще раз, я тогда уже расскажу об этом завтра, хорошо, окей, чуть-чуть, да, у всех будет по-разному оно выражаться, но тем не менее, очень-очень распространенная штука, так что завтра вы узнаете, почему вам пришлось пройти через это. Кстати, у меня вопрос, опять микрофончик, да, у меня вопрос, а у нас сегодня есть кто-то новенький, я не знаю, может быть, я пропустила этот, меня не было в начале, может быть, Наталья уже задавала этот вопрос, у нас новенький кто-то есть, кто никогда не был на наших вебинарах, встречах или тренингах? Ага, у нас есть Аля, Лика, Екатерина, Елена, Александра, Екатерина, Лена, Наталья, ага, у нас есть новенький, окей, здорово, I guess I wanna know that, окей, окей, зелененьких мало, ну, а что значит мало? Мало да удало, дело-то такое. Ну, что ж, друзья мои, давайте, конечно же, их поприветствуем на пути эволюции, правда? Давайте поприветствуем, друзья мои, вот сейчас вам пошлют восклицательные знаки, плюсики и другие эмоции, чтобы дать вам знать, как мы рады на самом деле всегда при соединении новичков. Здорово, окей, итак, можно ли совершать денежные операции? Можно, на самом деле можно, опять же вопрос, а какие денежные операции? Вы что, покупаете дом, квартиру, машину, то есть это такие серьезные финансовые вложения или нет? Потому что это принципиально важно, когда вы задаете такой вопрос по поводу финансов. Окей, видите, сколько друзей поприветствовалось вас. Леночка, 29-го будет по очищению пространства вебинар? Анечка, обязательно будет уже вебинар по очищению пространства, потому что эта тема пищит и требует уже просто внимания со стороны многих, вы уже это знаете. Так что да, 29-го мы планируем встречу по графику. Елена, когда можно покупать квартирку? Честно, я бы после 1-го ноября бы начинала бы этим заниматься, сейчас бы даже не стала. Елена, открытие счета в банке. Честно? Через недельку бы началась. Сейчас бы на этой неделе я бы ничего вот такого, кредит для покупки жилья, даже бы и не начинала бы на этой неделе, друзья, мы через неделю еще потерпите чуть-чуть, и уже будет легче. Елена 10 пишет отношения. Хочу отношения. Отношения да, отношения нет. А начинать новые отношения через... Well, у нас Венера в хорошем положении на этой неделе, поэтому в принципе я бы позволила себе быть более внимательной для возможности новых отношений на вот этой вот неделе. Елена 2 спрашивает, Елена женщина с Венеры просто на 5 ноября, я на встрече с Каху. Я, во-первых, не знала, что есть встреча с Каху 5 ноября, но у нас встреча с женщиной с Венерой, если вы ее уже проплатили, то вы сможете потом присоединиться в записи. Спрашивает Елена по поводу новых проектов. Новые проекты... Зависит какие проекты, что именно. Так что здесь не сложновато, так сказать. Новые проекты. А какие проекты? Бизнес, рождение ребенка, к зубному сходить к врачу, ремонт затеять, купить что-то. Принципиально важно. Опять же, стадия нового проекта. Это прям новый-новый бизнес, или это уже проект в существующем бизнесе. Так что надо знать. Переход на новую работу. Уже через недельку, ребят, можно уже рассматривать все вот эти вот, в принципе, штуки. Через недельку не ошибешься. Через недельку, друзья мои, потерпите еще буквально недельку вот эту вот. И, ну, уже думать на эту тему можно, говорить уже можно на эту тему, но пока не действовать. Хорошо? Договорились? Окей. Дальше. Запускать можно? Друзья мои, нет. Я бы еще не стала запускать. Все-таки рановато. Рановато. Я бы подождала еще, наверное, недельку, если честно. Так что потерпите. Осталось, на самом деле, немножко. Но пока что можно говорить, там уже обсуждать, уже можно медитировать там на эту тему. Активненько. Правильно? Да. Я думаю, что активно уже можно. Раньше даже активно бы не рекомендовала вообще. Последние две недели не рекомендовала бы вообще ничего не делать, не смотреть на самом деле. Окей. Так, что у нас еще есть? Какие вопросы? Ну да. Приговоры. Ну да. Анна пишет. Анна больничный, пойти спинку. Говорит, да, в принципе, сейчас такое время. Аля пишет. Мало понимаю, о чем разговор, но что клиентов стало меньше в бизнесе, это связано с этим. Да, да, да. Аллочка, безусловно. Инвестирование, заключение договора, ребята, нет, рановато еще. Это вот сейчас период такой был непростой, поэтому терпение, на самом деле, терпение, друзья мои. Что еще хотелось бы, друзья мои, вам объяснить? Давайте еще раз финализируем, да, так сказать, понимание наших вещей. Что мы должны понимать, что все, что мы на сегодняшний день знаем о сексуальности, о духовности, да, это все привито нам нашей средой. Нашими, это наша программа, нашего общества. То есть получается, фактически, мы все живем версией, там, какого-то дяди или какой-то тети, или суммарной версии дяди или тети, которые, понимаешь, мы так делали, там, тысячу лет до нашей эры, и вот мы сейчас все вот это все так делаем. А почему вы так живете? А кто сказал, что мы должны жить, как вы живете? И вообще, кто сказал, что мы должны все делать так, как вы это делали раньше? Все говорят, вот, в наши времена, в наше поколение. Прекрасно, мы за вас рады. Но мы-то сейчас живем в наше время. Мы сейчас живем в нашем теле. И это твоя жизнь. Если бы тебе нужно было родиться в те века или в том году, то ты бы в них бы и родился. Но почему-то ты-то живешь вот сейчас и живешь вот в том теле, в котором ты живешь. А это значит, что у тебя твоя личная, индивидуальное воспринятие реальности. И что самый большой дар, который вы получите, пройдя вот эти вот курсы, это понимание своего сексуального вот этого паттерна, понимание своей природы. И, друзья мои, я вам скажу, ой, у меня вот многие пишут, а вот нам, типа, это неинтересно. Вот у нас нам вот это вот и не надо. У меня нету никаких желаний. Ребята, вы меня извините, я вам сразу скажу, что нехватка, да помимо серотонина, там определенных эстрогенов, будет приводить к тому, что у вас и не будет вот этого сексуального желания. Поэтому сказать, что это нормально, что у тебя нету никаких желаний, тоже я не могу сказать. У здорового человеческого организма есть потрясающая физиология, которая также проходит и является выражением твоего духовного аспекта. Я думаю, что понимание вот этой вот духовности, выражения, конечно же, кульминационно было у нас на втором курсе. Потому что понимание, что вот выражение своей сексуальности не является животным, понимание, что оно не является генетическим продолжением выживания, как это было всегда, тогда, когда здесь речь идет о любви, потому что любовь – это энергия творца. Это энергия, которая принадлежит каждому из вас. И когда ты поймешь, ребята, я вам сейчас скажу такую вот вещь, очень-очень простую. Вы все знаете, что творец вас любит, правда? На каком-то уровне мы все это знаем, что творец нас любит, правда ведь? А как творец может дать тебе знать, что он тебя любит? Что он для этого сделает? Я вам сейчас скажу. Некоторым, кто может быть новенький, может быть они не совсем поймут, что я вам скажу. Я думаю, что это срезонирует с вами. Самый главный принцип, механизм работы Вселенной с нами через других людей. И вы знаете, Альичка пишет, пошлет испытания. Но, Альичка, он же не приходит, чтобы посылать вам испытания, он приходит вам посылать любовь. Вы можете из этого создать испытания, урок и все прочее, но изначально он пошлет вам любовь. Он пошлет вам любовь через ваших детей, он пошлет вам любовь через ваших родителей, он пошлет вам любовь через любимого человека, он пошлет вам любовь через любимого мужчину, через любимую женщину. Это проявление любви Творца. Он пошлёт тебе любовь через животных. Любая форма любви, которую ты получаешь в своей жизни, она идёт от источника, она идёт от Творца. И поэтому проявление любви не может быть грязным, пошлым, неправильным. Нет. Это Творец любит тебя. И тебе нужно учиться, как говорит мой любимый шаман Пума, нужно научиться быть щедрым. Я говорю, а что такое быть щедрым? Нужно научиться быть щедрым по отношению к себе и позволить себе это. Позволить себе любить и быть любимым. А вот это, друзья мои, очень-очень непросто. Мы сейчас живём в этой новой эре, когда мы все на индивидуальном уровне проходим вот эти вот уроки понимания. И я думаю, что сейчас уже не мистика, что все понимают, что наше тело священно. Но самым священным это, конечно же, союз любящих людей, когда они соединяются в любви и смогут трансцендентировать и пройти, вывести на новый уровень проявление вот этой вот своей сексуальности. И, конечно же, здесь много идёт уже деталей относительно того, как же сделать это правильно, как это сделать, чтобы это было индивидуально, чтобы это было твоим личным. И ещё очень-очень важно, не могу не упомянуть, не упомянуть, что существует механизм, физический механизм, вот эта вот химия между людьми, правда, когда люди встречаются, и эти вот вспышки, да, фейерверк, вот эти вот самые-самые первые вещи, да, которые приводят затем к состоянию влюблённости. И это ведь тоже творец? Никто не сказал, что твоя любовь продлится всю жизнь, но ты всё равно всегда будешь любим. Есть такое, да, выражение, я говорила на одном из курсов, в английском языке оно звучит так. Some people come for a reason, some for a season, and some to stay. Некоторые люди приходят в твою жизнь по определённым причинам, некоторые приходят, да, с определёнными уроками, а некоторые приходят, чтобы остаться. И заключается здесь прелесть в том, что ты должен быть настолько открыт, вибрировать на таком, резонировать уровне, правда, чтобы ты стал воплощением любви, чтобы ты смог притянуть в себе именно ту любовь, которую ты должен. Потому что ты притягиваешь, друзья мои, ведь не ту любовь, которая тебе нужна, ты притягиваешь ту любовь, на котором вибрационном уровне ты находишься. Каждый из вас имеет свой вибрационный уровень, и ты притягиваешь те отношения согласно своему вибрационному уровню. Лара пишет, а если много лет одна, то я бы порекомендовала вам посмотреть второй курс, потому что во втором курсе, как многие из нас знают, мы прорабатывали и актировали кундалини. И для того, чтобы вибрировать на определенном уровне, если у тебя не получается создать что-либо в жизни, будь то отношения, будь то любовь, будь то финансы, о чем ты говоришь? Помните, я рассказывала на втором курсе. Это значит, у тебя не хватает энергетики. Это значит, у тебя не хватает энергии для этой сферы. Поэтому я бы порекомендовала все-таки второй курс, для того, чтобы привлечь достаточное количество энергии для создания трансформации в своей жизни. Марина пишет, Леночка, аж слезы потекли. Мариночка, я рада, что у вас такой прекрасный резонанс с нашей темой. Лена, пока читаешь вопросы, можно тем, несколько вопросов пошли. Помнишь, мы с тобой делали интегральный человек, четвертый курс, и там вот как раз у нас были отношения, и ты так мощно, там у нас два занятия было, помнишь, ты прям выясняла, выясняла вопросы, которые конкретно мешали людям создавать пары и все остальное. Это у нас было, сейчас я точно скажу, я потому что, ну слушай, когда отвечаешь, это у нас было сейчас, если кому-то интересно, я прям дам сейчас ссылку, вы можете посмотреть. сейчас секундочку, точно скажу. Вот они у нас. Это у нас было четвертый курс, четвертый курс о взаимоотношениях. Расскажи немножко, если кому-то интересно, будто если ты будешь не против, может быть, мы даже скидку дадим, потому что он у нас, так как бы очень мощный курс. Да, у нас был курс, мы шли по программе и было очень много писем, люди хотели свою личную жизнь наладить. И да, мы взяли этот курс, я порекомендовала, конечно, порекомендовала, конечно, всем нашим интегральщикам, чтобы они поделились еще, на самом деле, этим курсом. У нас идет конкретно программа по перепрограммированию, программ, которые саботажируют личные отношения, личные жизни и которые вот на подсознательном уровне мешают. Программы жертвенности, программа того, что вот я жертвую, все против меня, программа того, что типа невозможно быть счастливым, что все это неправда, программа наподобие, что любовь не существует, на самом деле у нас огромное, у нас было два занятия, два курса, то есть там все, ребят, пять часов работы, представляете, пять часов работы, мы перепрограммировались. На самом деле, если ты ко мне на сеанс придешь, у меня сеанс один час со мной на это работе, что это 350 долларов. Друзья мои, вот если хочешь получить пять часов работы, умножьте эти 350 на 5. полторы штуки долларов. Информация выложена на пять часов работы, а ты их получаешь на самом деле за просто стоимость, которая на самом деле вот просто вот такая, относительно того ценности, который несет в себе эта информация. Так что я за то, чтобы предложить купон участникам сегодняшней передачи. Допустим, Наталья сможет потом предложить вам какую-то определенную скидку. Я только за, чтобы вы смогли себе позволить еще больше купить и перепрограммироваться. Потому что и там вот эти вот саботажные программы, такие очень-очень базовые. Опять же и обеты, когда мы обещали, да, не быть красивыми, не быть любимыми, не быть счастливыми, не быть там богатыми, изобильными, да, когда там, там, о господи, чем мы только не обещали, ребят, за это время. Там программа по восстановлению фрагментов души, говорить о важности этого. Я вам скажу, ребята, вот вы у нас сейчас сидите в зале, да, и фактически каждый человек на сегодняшний день фрагментирован. Когда ты не являешься полноценной, полностью самим собой, ввиду травм, определенных стресса, ты фрагментируешься периодически, фрагменты тебя, твоей энергетики, они откалываются, и они привязываются, леди к любам, леди к местам, в результате зор, в результате важных эмоциональных, при сене там, клиническая смерть, и ты фактически теряешь себя. И вот это вот, очень часто то, что мы ищем партнера, я говорила на этом курсе, что очень часто мы ищем ты на самом деле себя. Мы раздали фрагменты себя, там первая любовь у нас была, там муж у нас там был, или еще что-то, мы все это пораздавали. И в этом курсе мы возвращаем эти фрагменты души. Кстати, если вы уже прошли этот курс, ребята, я вам говорю, слушайте и делайте это снова, и снова, и снова. Почему? Потому что каждый раз ты загружаешься, и возвращаются к тебе твои же фрагменты души, которые ты раздал, с новым уровнем, с новой глубиной, с новой степенью. Поэтому получить подобный опыт на сегодняшний день, что тебе фрагменты души помогут восстановить, для того, чтобы ты стал полноценным, чтобы ты мог оперировать полностью, вот максимально, это, конечно же, просто великолепно. И мы это сделали, и поэтому эти две, вот эти два курса, эти занятия, прям их можно, даже если вы не занимались, делать и брать снова и снова. Фрагментов души, которые есть у вас, тоже является важной штукой. Плюс на этом курсе, друзья мои, мы стирали такие вещи, как можно быть энергетически замужем. Представляете, вот ты там был, с первым мужем там расстался, развелся, и выясняешь там 15 лет назад, да, там это было у тебя, что ты на самом деле энергетически замужем. И вот этот вот энергетический брак не позволит тебе найти новые отношения и найти новую любовь. Ребята, можете себе представить? И мы в этом курсе делали энергетический развод. Ребята, многие, многие несут в себе вот эту вот связь с первой любовью, там с первым мужем, и вообще даже с каким-нибудь любовником, который там тебе запомнился, ты там с этим человеком и не можешь про него забыть. А на самом деле ты энергетически за ним замужем. И в этом курсе мы делали энергетический развод. И это, конечно же, было потрясающе. Галина пишет. Меня муж вообще не узнает. Я чувствую себя потрясающе. Роль жертвы улетучилась. Радуюсь жизни. Интегральный клуб – это великолепно. Супер. Галиночка, я рада, что в формате клуба вы мне позволили мою креативность приобрести, мою креативность поделиться, вернее. Вы приобрели мою креативность и смогли достичь таких вот прекрасных результатов. Елена, перепрограммирование финансовый. Я просто хочу дополнить вот по четвертому курсу то, что Лена говорила. Сейчас, пока Лена говорила, я думаю, Лен, ты не против больше. Я сделала 20% скидки. Там курс он 3 900. Я сейчас не знаю, как цена встала, но вот я успела сделать до конца, вот следующей недели, до 31 числа. Я не знаю, вот те, кто вот у нас был тогда, представляете, у нас там довольно-таки много участников в нашем клубе. И, честно говоря, всех вас приглашаем. Вот, новеньких, кто еще не был, мы завтра будем об этом говорить, но кто хочет, может... Четвертый курс был посвящен вот этим вот взаимоотношениям. Два-два с половиной часа, четыре занятия, представляете? Я не знаю, Лена, какие-то пять часов говорила. Там порядка десяти часов, там порядка десяти часов у нас чистой работы. И вот реально просто тот курс, почему-то он у нас полчаса не входил, два часа, ты мне еще тогда говорила, пиши, когда два часа заканчиваются. То есть он будет четыре занятия по два, два с половиной часа. И одно, допустим, занятие было посвящено тому, что, представляете, вот это огромное количество наших слушателей, все писали свои ограничения. То есть каждый писал, вот что в голову приходило, то есть это огромная коллективная работа, почему вас приглашаем именно в режиме онлайн, потому что для слушателей эта цена была не 3 900, кто в режиме онлайн приходит, там совершенно другая цена была. Вас мы сейчас приглашаем по этой цене там за минусом 20% приобрести, потому что там действительно очень большая работа коллективная была, и там очень мощная энергетика, вы можете просто проработать. этот вот четвертый курс. И сейчас вот Лена спрашивает про финансы, ой, Лика, Лика, прошу прощения, про финансы, а финансы как раз будет седьмой курс. Вот он у нас завтра начинается открытое занятие, а потом три закрытых занятия, вы можете к нам попасть. Там как раз будет по финансам. Если кому интересно, могу сейчас дать, потому что приоткрываю занавесу тайны, сейчас еще остается вот та цена, какая была, и для наших участников в том числе, но через неделю цена будет меняться, потому что доллар, ну, как бы сильно-сильно скачет, и Лена живет в Америке, ну, я тоже живу в Америке, но и из этого получается, то есть изначально ту цену, которую мы поставили еще полгода назад, сейчас для нас она, эта цена какая-то совсем сильно низкая. То есть мы не изменим долларовую часть, кто платил в долларах, она так и останется, а те, кто в рублях, будет чуть-чуть побольше получается. Вот поэтому мы вас приглашаем, пока вот еще держится эту неделю, потом будет меняться. Ну вот я дополнила лент по четвертой. Я думаю, что по седьмой сейчас не имеет смысла говорить, потому что мы завтра посвятим целую встречу именно в седьмой части, и финансам, наверное, не стоит, наверное, я не знаю, ну, как у тебя желание, я не знаю. Я с тобой могу до вечера, до утра, Лен, уже два часа вещаешь, может быть, уже тогда до завтра смотри, те детишек никуда не знают, кто Лену первый раз видит, у Лены трое детишек, и на всякий случай говорю, поэтому у Лены очень такой плотный график всех вот этих выступлений, встреч и всего остального, поэтому, Лен, пять минут до двух часов осталось у твоего выступления. Я с тобой сейчас, проверь микрофон. Ну что ж, друзья мои, по поводу того, что на самом деле курс был больше десяти часов, мне запомнилось как пять, это, конечно, потрясающе, когда занимаешься любимым делом, правда, то оно, конечно же, не замечаешь, как время бежит, поэтому, если вы работаете со взаимоотношениями, обязательно, конечно же, если вы сейчас не можете себе позволить, поставьте на ваш, там, на рабочий стол, заставку, напишите себе, что вы обязательно сможете себе позволить вложиться в себя и в ваши личные взаимоотношения. Марина пишет, у меня после энергетического развода отношения с тем человеком, с которым я развилась в ТАЛе, только лучше и поднялись на новый уровень. Поздравляю. Финансовый курс, да, он у нас будет следующий, седьмой, где мы уже будем более углубленно проходить перепрограммирование и прорабатывание, хотя, хотя мы темы финансов затрагивали неоднократно в клубе, и, конечно же, эти курсы у нас, в принципе, если, конечно же, рекомендуется вообще весь интегрального человека с первого занятия брать, потому что занятия, они настолько важны, жизненно важны, посмотрите, ознакомьтесь с темами, с описаниями, ослушайте больше всего, конечно же, свою интуицию, что срезонирует, вот то и берите, конечно же, сразу. Ольга и Дима спрашивают, так нужно ли объединять союз мужчины и женщины, и в чем смысл объединения? Вы знаете, у меня вопрос, что значит объединение? Если вы вместе, то ты уже объединен, я не совсем понимаю фразу, что значит объединять. Объединять это что? Ты замуж, типа выходишься? Нужно ли выходить замуж, или как? Как это объединять? Это что? Мне кажется, что эти два человека пришли вместе, вот они объединены. Вот, допустим, мы сейчас пришли вместе, мы сейчас в объединенном состоянии. Почему? Потому что моя энергетика, она сейчас становится частью ваших, и сейчас у нас идет общее биополе, и мы сейчас на самом деле в этом процессе венчания и бракосочетания. Хорошо? Процесс венчания и бракосочетания как официальная часть или церемониальная? Потому что церемонии, вот такая классная штука, я люблю сама церемонии, и женщина вот с Венеры, Омнак, она рассказывала, что у них и на Венере делают вот эти вот церемонии. Церемонии я сама люблю, и это хорошая символика, это хорошее воспоминание. Поэтому, если вот именно с помощью церемониального процесса, то, да, безусловно, это такой потрясающий опыт нашей человеческой реальности, правда, сделать церемонию по бракосочетанию или там церемонию по объединению. Классная штука, я только лично за. Если ты делаешь сознательный выбор, да, провести с этим человеком оставшуюся часть своей жизни, это прекрасно, это стоит празднование, правда? Так что я на самом деле только за там всякие церемонии, как все девчонки, правда, чтобы мы могли красиво одеться и сделать незабываемый еще один день нашей жизни, чтобы мы могли потом вспоминать. Был день, когда вот мы с тобой были вот такие вот красивые, молодые, и вот в такой искренне от всей души приняли решение, союз, сознательное решение быть вместе. Поэтому я за это только за. И в этом и есть смысл объединения. Помним, когда один плюс один равно три. Читайте мою книжечку. Данна, Анатолий. Я еще маленькую тайну, я тут встреваю в процессы всякие разные, которые Лена рассказывает. Те, кто не знает, Лена священник и может проводить церемонии. Вот такой у нас удивительный, очаровательный священник, и может быть, поэтому даже у нас вот эти все встречи интегрального клуба и наши тренинги, они получаются такие необычные и всегда какие-то мистические, загадочные. И Лена там какие-то трубки курит специальные, дышит, там показывает. Вот, поэтому вот небольшую еще такую тайну открываю про Лену. У ней есть специальное посвящение и определенный доступ к тому, чтобы проводить вот такие церемонии. Лен, я думаю, что я ничего страшного не сказала. Нет, ты не сказала ничего страшного. Я действительно ordained minister. да, я действительно ordained minister, могу поэтому делать и бракосочетания, и детишек крестить, и все замечательные процессы, и благословления, и чистки, ребятки, и духов поводить. Могу делать все. Диапазон у меня работы широкий. И, конечно же, очищение пространства для меня это просто одно из любимых занятий и очень-очень-очень нужное, поэтому я пытаюсь донести до людей, насколько это важно, важно и нужно чистить эти пространства. Окей. Дальше. Елена пишет, курсы продаются в видеоформате. Да, у нас есть запись всех курсов с первого дня, и все это в видеоформате, поэтому огромное-огромное количество мудрости, информации, энергетической перестройки, повышения сознания, трансцендентальности. Наталья, как заказать четвертый курс со скидкой? Наталья вам расскажет. Аля, очень рада знакомству сегодня с вами, хочется побольше узнать и попасть на финансовый. Альчика, мы только можем вас приветствовать и будем вас ждать в будущем. Елена Позе пишет, с тобой, Леночек, можно и полжизни провести, умный, грамотный человечек, взрослый индига. Спасибо, Леночка, спасибо большое. Жалко, что у меня не получается присоединиться пока что с физическими тренингами в Москве, но надеюсь, что сейчас ретроград пройдет, никогда не знаешь, может быть, у тебя еще что-то будет интересное. Меня, кстати, приглашают сейчас, тоже небольшой секрет скажу, с тренингами в Лондон и Дублин. Так что я надеюсь, что-то про индигу заговорили. Так что если вселенной будет, мое присутствие покажется обязательным, то может быть, я еще и там попаду. Так что если вы кто-то живете рядом, может быть, вы сможете присоединиться к нашим живым тренингам там. Когда в Москве, пока не знаю, но сейчас все определимся. Окей, а сегодня медитация будет, спрашивает Ашечка. Ашечка, сегодня я не планировала делать медитацию, потому что у меня немножко был другой формат, но завтра, я думаю, что мы начнем с медитации завтра. Кстати, когда мы делаем курс интегральный человек, у нас фактически почти каждое занятие идут потрясающие, просто алхимические медитации, которые мы проводим. Так что очень-очень рекомендую. Ну что ж, друзья мои, я думаю, Оля, какова стоимость церемонии? Олечка, честно, я как-то не думала о стоимости церемонии, как-то вот люди там сами какие-то, я, кстати, недавно делала церемонию бракосочетания в Москве, это был в мае, в мае этого года. Вот. Так что, если это интересно, пишите мне там на почту, и мы поговорим, может быть, на тему бракосочетания. Окей, сейчас я приостанавливаю запись, чтобы она конвертировалась, и, соответственно, сейчас я смогу вам бросить аудиозапись этой вебинара. Секундочку. Какое у нас сегодня число? 26. Так, сейчас я пошлю это на конвертацию. Моменту. Так что, друзья мои, если вам понравились самые большие слова благодарности, это, когда вы расскажете о нас вашим друзьям, знакомым, и, конечно же, это будет самая большая благодать, когда вам скажут, слушай, а что-то вот так изменилось, и у тебя вот так, как-то вот, ты живешь по-другому, и как-то все очень у тебя такое, все более вкусное, сладкое, какой-то ты более веселый, спокойный, и ты им говоришь, это потому, что я в клубе, клуб, потрясающая подпитка, информация, энергия, постоянное очищение, которое мы проходим, и то, которое, мне кажется, уже даже недостаточно, нужно эти все очищения, потом самим еще и делать, и делать, так что, я очень вам всем признательна, за то, что вы провели этот вечер с нами, я надеюсь, что мы смогли пополнить ваш мозг высокочастотной информацией, и будем тогда вас ждать в клубе в понедельник, Натуля, у нас в понедельник, правильно же клуб? Да? А, да, я же забываю, что сегодня уже воскресенье, окей, окей, за завтра, 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 завтра. Я сейчас ссылочку кину, она сначала не будет активна, ей сначала нужно будет буквально, наверное, думаю, минут 10 еще на то, чтобы она полностью загрузилась, вы ее просто сохраните. Окей, Натуль, что-нибудь еще, я что-нибудь забыла тогда, расскажи, присоединяйся. Нет, Лен, вроде как все, есть ли просто какие-то сейчас технические моменты по оплатам, по скидкам, там, что там, я готова сейчас присоединиться и, ну, перенять тебе микрофон, а так как бы завтра, что ты, что ты не сказала, сегодня мы тебя спросим завтра, так что у нас отречит свой день. Завтра, да, медитация, ретроград, почему у вас физические недуги в виде там сердечных приступов, смены настроения, все такие штуки. Больничка будет... Я с вами прощаюсь и оставайтесь с Натальей для того, чтобы закончить все остальные детали. Ладненько, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok